Бэнкси Но на этот раз со стены в районе Вудгрин на севере Лондона исчезла знаменитая работа художника «Рабский труд», на котором изображен мальчик, вышивающий на швейной машинке британский флаг. Вот Бэнкси написал его в прошлом году. Рисунок не стерли, а просто вырезали и унесли вместе с фрагментом кладки. Власти, естественно, тут же переполошились. В районе даже прошла внушительная акция протеста с требованием немедленно вернуть шедевр современного искусства. Вскоре пропавший рисунок обнаружили в качестве лота на аукционе Fine Art в Майами. Там его выставили под названием «Роспись по штыкатурке баллончиком с краской через трафарет». Утверждалось, что владелец уникального изображения некий уважаемый коллекционер. Напросили за него до 700 тысяч долларов. Лондонцы были шокированы, всячески просили снять украденную работу с аукциона. Так и произошло. «Рабский труд» убрали с торгов, но пока в Лондон он так и не вернулся. Также пока не ясно, кто владелец картины. Теперь основная цель власти британской столицы – поместить рисунок Бэнкси обратно. Сам же анонимный художник никак не комментирует происходящее, ведь с ним самим недавно произошла детективная история. Несколько интернет-СМИ сообщили, что Бэнкси якобы арестовала полиция. Его студию обыскали. Журналисты даже показывали какой-то официальный пресс-релиз на эту тему якобы от главы лондонской полиции. Ну, эта новость тут же, естественно, стала самой обсуждаемой в соцсетях. Об этом писали тысячи пользователей Твиттера. Но вот позже выяснилось, что все это утка. Оказалось, что просто чей-то розыгрыш. Но многие пользователи до сих пор продолжают в это верить и строить различные конспирологические версии. Хотя проверить, правда это или нет, вряд ли когда-то получится. Ведь Бэнкси – это большая загадка. Его в глаза-то никто не видел. Может, его вообще не существует, а потому и ареста наверняка никакого и не было. В общем, все это какой-то постмодернизм. Однозначно, пока можно заявить одно. Наверняка его граффити после такой шумихи снова подскочит в сцене. И это не случайно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова